Шалом! Мир всем, кто сегодня согласился послушать мои мысли вслух. Добро пожаловать на цикл передач под названием «Грани», на которых мы открываем для себя грани драгоценного небесного бриллианта, Царства Божьего, одна же сотворенного на земле, потерянного и вновь крядущего в этот мир. Если вы не посмотрели мои предыдущие передачи, настоятельно рекомендую посмотреть их. А перед тем, как мы начнем открывать для себя новую грань Царства Божьего, предлагаю по уже сложившейся традиции отпить пару глотков цикория из ваших кружек. Отличный и весьма полезный напиток. Ну что, пьем? Как вам? Неплохо, да? А я что говорил? Вот теперь мои мысли вслух, которые сегодня, надеюсь, помогут вам открыть новую грань Божьего Царства на земле, которая называется «Слепота и глухота евреев» – рождение веры. Можно сказать, что Церковь во все времена, как, впрочем, во многом и сегодня, не проявляла искреннего желания и стремления понять, почему евреи не приняли Христа. Она допускала, что ожесточение евреев против Христа и благой вести являлось следствием проявления неких субъективных особенностей еврейской натуры, делающих евреев противниками и даже врагами Бога. Во многом благодаря этой причине и была рождена заместительная теология, породившая многовековой исторический христианский антисемитизм, последствия которого и сегодня весьма заметны в Церкви. В последнее время многие ученые-теологи, имеющие заслуженный авторитет в современном христианском мире, пытаются донести до Церкви откровение о слепоте и глухоте евреев. Это откровение как никогда важно и актуально для тела Христова. Оно может помочь сегодняшнему христианству посмотреть по-новому на многие фундаментальные положения церковного учения и привести Церковь к наиважнейшей точке – к ее покаянию перед еврейским народом за многовековую гордость и превознесение над ним. А это может стать началом строительства новых, божьих отношений евреев и христиан. Еще один момент мы должны отметить, прежде чем двинемся в глубину рассматриваемого нами вопроса. Мы должны помнить о том, что Бог строит свои отношения с человеком на трех различных уровнях – на личном, персональном уровне, на уровне народа, когда народ для Него является отдельной личностью на уровне человечества, когда для Него отдельной личностью становится все человечество. Когда мы рассуждаем о том, как Бог строит свои отношения с Израилем, мы пытаемся понять это со своих христианских позиций, из нашего опыта личных отношений с Богом. Но, как оказывается, это не всегда бывает правильно. Если Бог строит отношения с каждым христианином на личном, персональном уровне, то, когда дело касается еврейского народа, Израиля, его отношения с Богом происходят на совершенно другом уровне – на уровне народа. А это, как говорят евреи, две большие разницы. Теперь, думаю, мы можем двигаться дальше. До сего дня не дал вам, сынам Израиля, Господь сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. Так написано во второзаконе 29.4. Так обращается Моисей к израильскому народу сразу после того, как Бог заключил с ними завет закона на Синае. Пройдет немного времени, и евреи провозгласят на себя благословение с вершины горы Горизим и проклятие с горы Дивал. Они подтвердят свое согласие войти в заключенный с Богом завет, соглашаясь, что они будут благословлены с Всевышним тогда, когда будут в точности исполнять дарованные им на Синае заповеди, и они будут прокляты, если нарушат их. Вот так родился Израиль, как Божий насредник. Размышляя обо всем этом, я не всегда понимаю Бога. Он рождает свое первенство, но не дает ему сердца, чтобы разуметь его, не дает глаз и ушей, чтобы видеть и слышать его. И он же заключает с ним завет, согласно которому будущее Израиля будет зависеть от того, будет ли тот слушаться его, видеть его благодать над собой, разуметь дарованное ему слово. Невольно возникает вопрос, уж не хотел ли Бог, заключая завет закона с евреями и зная, что по причине слепоты и глухоты они не выполнят условия этого завета предать их проклятию. Но этого не может быть. Бог Библии так говорит об Израиле. «Любовью вечно я возлюбил тебя, и потому простер к тебе свое благоволение». Иеревия 31.3 «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Исайя 49.15 Бог возлюбил Израиль вечной любовью, любовью, которая никогда не прекратится. И все, что он делал по отношению к еврейскому народу, было мотивировано его любящим сердцем. В том числе и его решение об ослеплении и оглушении своего первенца. Бог вожжал, чтобы Израиль научился видеть невидимое и слышать неслышимое. Чтобы он научился верить. Так же, как однажды поверил его отец Авраам. Ослепил ли Бог евреев навечно? Или однажды он снимет с них эту слепоту? Давайте заглянем в Библию. Через много веков после исхода евреев из Египта Исайя в видении слышит Господа. «Кого мне послать? Кто пойдет для нас?» Пророк отвечает «Вот я, пошли меня!» И получает призвание от Господа. «Пойди и скажи этому народу «Слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышит, да не узрят очами, и очи свои сомкнули, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Проблема слепоты и глухоты по прошествии многих веков все еще остается на Израиле. Но, судя по указанному месту Писания, мы можем видеть, что Бог начинает избирать из среды общества израильского особо ревностных по Господу людей. Они начинают видеть и слышать Бога, разуметь Его Слово. Это пророки Господни, которые обращались к народу и царям от лица самого Бога. Зачастую их обращения о грядущих тяжелых временах для Израиля напоминали плач. Подобно им, спутя несколько столетий на Иллионской горе, плакал Сын Божий Иисус, глядя на Иерусалим. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Лука, 19 глава. Израиль готовился к одному из великих божьих праздников, Песаху, празднику спасения, чтобы вспомнить о том, как Всевышний вывел евреев из египетского плена и как кровью ангцев они были спасены от самой смерти. В тот день, когда Иисус смотрел на Иерусалим с высоты Иллионской горы, евреи, следуя традиции, вычищали перед праздником дома, готовили пасхальную жертву, делая все в точности так, как делали прежде их отцы и отцы их отцов. Они готовились к празднику спасения и не ведали, что сам Спаситель, Агнец Божий, стоит за воротами города. Они не видели и не слышали его. Их сердца были холодны. Сам Отец Небесный сокрыл им время посещения долгожданного Мессии. Иисус плачет именно об этом. Но слово ныне, сказанное им, оставляет нам надежду на то, что наложенная на Израиль Богом слепота и глухота – это явление временное. Чтобы убедиться в этом, апостолу Павлу пришлось пережить многое. отвержение соплеменников, гонения и даже побивание камнями со стороны особо ревностных религиозных иудеев. В его сердце горел незатухающий огонь желания сделать все возможное и даже невозможное, чтобы его братья и евреи встретились с Иисусом, как однажды встретился с ним он. Он так писал об этом. Истинно говорю, во Христе не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян. Римлянам 9 глава. Но все его усилия привлечь внимание евреев к Иисусу оказались тщетными. Они с постоянным упорством отказывались принимать благую весть. С другой стороны, апостол был восхищен тем, как широко открывались двери для Евангелия в языческих народах. В конце пути своего служения, о котором рассказывает Библия, Павел находится в заточении в римской тюрьме. Однажды он встречается там с местными религиозными иудейскими лидерами, излагает им учения о Царстве Божьем, свидетельствует об Иисусе. Как всегда, большинство иудеев не принимает его учения и свидетельства, разворачивается и уходит. Тогда Павел произносит им вслед, цитируя упомянутые нами ранее слова Исаия слепоте и глухоте евреев. И делает вывод. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано к язычникам. Они и услышат. Деяние 28, 28. Великому апостолу язычников была открыта Святым Духом, не только сокрытая от предыдущих поколений, тайна Христова, которую мы с вами вместе вот уже некоторое время назад пытаемся понять. Тот же самый Святой Дух открывает ему тайну слепоты и глухоты евреев. Бог дал им Дух усыпления, глаза, которые не видят и уши, которые не слышат даже до сего дня. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведенье от тайны сей, что ожесточение в Израиле произошло от счастья до времени, пока не войдет полное число язычников. Римлянам 11.25. В полученном Павлом откровении очень важны два слова от счастья и до времени. Первое означает, что у части общества израильского Иисусом Христом будет снята слепота и глухота и некоторые евреи обретут рождение свыше и дар личного спасения. Для остальной же части евреев, по-прежнему остающихся слепыми и глухими, становится очевидной граница окончания их слепоты и глухоты до времени, пока не войдет полное число язычников. До сегодняшнего дня на большинстве мирового еврейства все еще лежит наложенная Богом слепота и глухота. Если у этого большинства надежда увидеть Господа собственными глазами и услышать собственными ушами, пережить Его любовь, ожившими для Него сердцами, Библия дает на этот вопрос утвердительный ответ. Единственный народ, которому Бог через свое верное пророческое слово гарантировал национальное спасение – евреи. Весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Римлянам 11, 26 Перед пришествием Мессии Бог соберет всех евреев из России в обетованную землю Израиля для встречи с ним. Он изольет на них свой дух, снимет с них наложенную им слепоту и глухоту и сделает их сердца живыми для Мессии Христа. И будет в тот день Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида я на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления. И они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Захария 12, 9, 10. Сам Господь своим духом снимет евреев, данную им от начала слепоту и глухоту. Они воззрят, они узидят, они узнают того, в кого верили и кого ожидали веками, передавая веру из поколения в поколение. Обетование Нового Завета, изначально данный им, которыми, благодаря крови Христа, ожили мы, не имевшие на то никакой надежды, однажды оживут и для них. Заканчивая описание этой грани, я подозреваю, что внутри многих из вас появились по крайней мере два непростых вопроса, на которые вы сейчас не можете дать ответ. Первый. Все-таки для чего Всевышний ослепил и оглушил своего переца? И второй. Если Израиль слеп, глух, если сердца евреев ожесточены, могут ли они знать своего Творца? Может ли быть диалог и близкие отношения между Израилем и Богом? Об этом мы и поговорим в следующей передаче. Не пропустите! До встречи!